Переломы, ушибы, растяжения. Типичные травмы юных брещан. Из-за них ребята вынуждены проводить каникулы в стенах Брестской детской областной больницы. Десятилетнюю Дашу сложно назвать ребенком-непоседой. Мама девочки медик, а потому с самого раннего возраста ребенок приучен к аккуратному поведению. На дороге, детской площадке, дома. Но опасность подстерегла Дарью там, где никто не ожидал. У нас дома каркасный бассейн. Она вылазила с бассейна и зацепилась, и упала на локоть. Просто, да, да. То есть он у нас небольшой, у нас такой самый маленький, 76 сантиметров. Дети у меня еще не такие большие, 10,8 лет. То есть там она спокойно вылазит так просто. Ну там не надо никакие лестницы, подставки. Когда травма случилась, мы уже сразу поехали, потому что сустав отек, уже припух, так уже было видно, что скорее всего, может даже с вещами. Вообще, лето для детей так или иначе можно назвать летным сезоном. Самокаты, ролики, велосипеды, модные гироскутеры, конечно, помогают развивать координацию движений, но остаются одними из самых травмоопасных детских видов транспорта. Падение вперед обойдется переломом конечностей. Но если ребенок упал на спину, ситуация может закончиться нейрохирургией. И даже, казалось бы, безобидные батуты могут сыграть злую шутку. Травматологи повторяют, при любом повреждении нужно обращаться в травмпункт. Почему? Ехать в травмпункт нужно в любом случае. Дело в том, что у детей в силу их анатомических особенностей, очень часто явные признаки перелома появляются много позже. Поэтому мы всегда за то, чтобы родители обращались как можно раньше, после любой травмы. Врач осматривает ребенка и определяет уже необходимый уровень обследования. Снимок не обязательно сразу делать, его можно вообще не делать. Но врач должен осмотреть ребенка в любом случае. Сегодня в травматологическом отделении Брестской детской областной больницы занято 40 коек. Врачи отмечают в зимний период юных пациентов меньше в два раза. О том, можно ли улучшить статистику, говорили накануне в Брестском модельном центре по обучению родителей основам безопасности жизни и деятельности. К слову, заведение функционирует уже полгода, обучение и консультации проводятся на бесплатной основе. Мы работаем во взаимодействии с центральной поликлиникой города Бреста и с женскими консультациями. То есть установлен определенный график посещения данного центра, но в принципе к нему можно не привязываться. То есть любой каждый может в каждый четверг в 11 часов прийти на занятия в данном центре. Я думаю, что это будет очень интересно для нас, особенно для нас матерей, кто в первый раз будет будущей мамой. Это очень волнительно. Информацию, я думаю, мы здесь будем черпать полезную, потому что не всегда ты найдешь в источниках массовой информации что-то интересное. Может, что-то и найдешь, но не всегда оно будет полезным, как говорится. А здесь тебе точно скажут, что, как и как воспользоваться этим. Модельный центр – это большая комната, наполненная фрагментами жилого помещения. Окна, спальня, кухня, санузел, коридор. На занятиях, которые проводятся каждый четверг, преподаватели рассказывают, показывают и указывают на те предметы быта и зоны, которые несут в себе потенциальную опасность для детей. Страшно, когда дети играют на подоконнике, особенно в жаркий период времени. Москитная сетка не выдерживает вес человека. Даже этого маленького комочка счастья она тоже не выдержит. И из-за этого случаются такие происшествия, когда дети выпадают из окон.